Всем привет! Wi-Fi видеодверной звонок с поддержкой облака, с поддержкой карты памяти, с поддержкой датчика движения. Встроенный датчик движения имеется, ИК-датчик движения. С поддержкой двухстороннего аудио, встроенный микрофон, встроенный динамик имеется. Можно питать данный видеозвонок автономно. Можно использовать для питания блок питания. Контакты подключаются и запитываем звонок. Данный звонок имеет вот такой вот дизайн, имеется вот отсек для аккумуляторов, в комплекте аккумуляторов не идет, имеет данный видеозвонок неплохую ночную картинку, имеется фотоэлемент, переводящий изображение камеры в черно-белый режим, ИК-фильтр переключает изображение в черно-белый режим, подключаются 6 ИК-светодиодов, датчик движения ИК, вызывная кнопка, которая тоже имеет индикацию. Имеется тамперная защита, вот такой вот микрик от несанкционированного снятия звонка, если кто попытается его украсть, то есть уже снимет практически с его пластины вот этой, сработает сигнализация, придет вам сообщение, сделается снимок и будет писаться видео на ваш смартфон и на облако. Поддерживает облачный сервер, то есть пишется видео на облако и удаленно вы можете его просматривать. Также имеется поддержка карты памяти, имеется слот под карту памяти до 32 гигабайт, пишется на карту памяти видео в формате MP4 и производится перезапись сверху. Также имеется разъем microUSB, если вам, к примеру, негде заряжать аккумуляторы по типу 18650, можно заряжать их непосредственно в самом звонке. Подключайте блок питания от вашего смартфона 5-ти вольтовый, 2-х 1-амперный и заряжайте аккумуляторы. Также имеется подробная инструкция, на которой все четко показано, рассказано, где что находится, как устанавливать, как подключать QR-коды для скачивания приложения для андроида, для айфона и пошаговая настройка. В общем-то ничего сложного нету, с этим делом даже разберется ребенок. И опять же, как просматривать облачные файлы, где хранятся спецификации, характеристики. Все есть, ничего сложного и бояться этого не нужно. Также в комплекте имеются крепежные элементы, дюбели. Имеется шестигранник, шестигранник я пока не пойму для чего. И имеется вот такой вот мелкий винт для фиксации, для фиксации самого видеозвонка на пластине. В данном месте пластина имеет мягкие, мягкие такие вот вставки такие. И с этой стороны тоже не скользящие. По скриншоту в инструкции или же по поиску в Play Market находим приложение вот это и устанавливаем его. Берем два аккумулятора по типу 18650. У кого нету, приобретите. Понятно, что время работы видеозвонка на данных аккумуляторах напрямую зависит от емкости данных аккумуляторов. Заявлено, что при общей емкости двух аккумуляторов 6800 мАч данный видеозвонок будет работать на протяжении 6-12 месяцев. В зависимости, понятно, от интенсивности работы. Но в среднем заявлено 15 минут работы в день. Хватит на 6-12 месяцев. Имеется режим энергосберегающий. Звонок, если нету никаких вызовов, переходит в режим сна и в энергосберегающий режим. В данном случае контакты в видеозвонке под аккумуляторы предусмотрены для аккумуляторов с защитой. С платами защиты. Поэтому простой аккумулятор без выпуклого контакта плюсового попросту сюда подойдет. Он установится. Но, как видите, видеозвонок не запускается. Нету никакой реакции. Потому что контакт не достает аккумулятора до контакта звонка. Поэтому в данном случае, в связи с тем, что нету платы контроля заряда, установленного в звонке, рекомендуется устанавливать такие аккумуляторы. Опять же, или заказывайте с реальной платы защиты, или с имитацией. Если у вас есть отдельная зарядная, на котором вы будете заряжать данные аккумуляторы, а не будете пользоваться зарядкой через звонок, можно просто приобрести данный вариант с имитацией, с выпуклым контактом. Если же вы будете заряжать здесь, блоком питания, то желательно приобрести с выпуклым контактом. Вот уже и пошел в работу звонок. Как видите, может работать как от одного аккумулятора, так и от двух. Понятно, что от двух аккумуляторов время увеличивается работы звонка. Открываем приложение. XSH-CAM. Всевозможные разрешения. Давайте добавим устройство. Вот список устройств. Добавить устройство. Слышите ли вы звук, исходящий из камеры? Слышим. Вводим пароль Wi-Fi в вашей домашней сети. Подтверждаем. Дальше. Вводим пароль. Подтверждаем пароль. Требует более сложного пароля. Готово. Устройство подключено. Видим картинку тут же с устройства. Вполне таки приемлемая картинка. Как заявлено, разрешение 1280 на 720. На дне мегапиксельная камера, в общем-то, установлена внутрь звонка. И вот такой вот интерфейс. Я так понимаю, сразу запись пошла на облако. Давайте звук проверим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас воспроизводит смартфон звук, который принимает звонок. Давайте попробуем сказать что-нибудь. Передать звук в звонок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну, отличный звук. Супер. Эхо идет, потому что все находится рядом. Смартфон и дверной звонок. Кстати, уже вот полосочка появляется, что запись идет на облаке уже. Скорее всего, запись идет только по движению. Движение есть. Да, красная шкала. Красная шкала светится, потому что запись по тревоге. Кстати, в HD видео сейчас я вот переставил. До этого было в SD качестве. Вполне вменяемая картинка для дверного звонка. Очень широкий угол. Комнату всю полностью захватывает. Поэтому для дверных звонков широкоугольный объектив должен быть установлен. Для того, чтобы по максимуму захватывать лестничную площадку вашу там или же помещение, то есть территорию перед калиткой или воротами. Вот, есть. Уже можно просматривать одну тревожную запись. Также видим качество связи, заряд аккумулятора. Видим, сколько человек просматривает в данный момент. Видео с дверного звонка, дата, время. Ну, все классно. Данные дверные звонки начинают набирать популярность. Как видите, это все очень удобно и эффективно. Настройки находятся вот здесь. И, в общем-то, тут все. Хоть и данное приложение не русифицировано, но все можно разобраться и понять. SD карта не установлена. Установлена будет карта, можно будет управлять ей отсюда. Форматировать, просматривать запись. Удаленно также. Из любой точки мира. Там, где находится интернет. По сути, это IP-камера встроенная. Это самостоятельное устройство. Можете вы заходить, считывать информацию с карты памяти. В онлайне просматривать видео. Также обмениваться аудио. И, в общем-то, вот настройки датчика движения. Чувствительное, менее чувствительное. Три варианта. Включить, выключить. Инфракрасную подсветку. Ну, в общем-то, все здесь, все имеется. Версия прошивки. Информация. Можно включать, выключать. Различные уведомления, приходящие вам на смартфон. Давайте посмотрим, как в реальности работает данный звонок. Пришел человек и делает вызов. Приложение на смартфоне закрыто. Кажется, пришло уже уведомление о тревоге. Нет, это не то. Приложение закрыто. Все. Приходит вызов. Снимаем трубку. И открывается приложение с картинкой в реальном времени. Включив звук, вы будете слышать, что происходит вокруг. Нажав на микрофон, Вы передаете, ведете разговор с человеком. То есть, все классно, все работает. Давайте посмотрим, тут можно уже просматривать записи с облака. К примеру, сейчас тащили шкалу. И смотрим тревожные записи. Именно запись последняя. Отнес я дверной звонок в тестовую комнату, где могу создать полную темноту. И вот картинка с камеры дверного звонка в полной темноте. Сразу можно видеть широкий угол отличный. Черно-белый режим. Зашел я сейчас в эту комнату. Камера моя, которая в данном руке находится, ничего не видит. А как видите, дверной звонок все видит. И даже в неплохом качестве. Небольшая задержка есть. Вот так камера выглядит. Видно ее глазу красные 6 ИК светодиодов. И вот изображение рядом с камерой я нахожусь. Со звонком вот в таком качестве. Лицо мое не засвечено. Как видите, можно различить черты лица. Сейчас я ближе поднесу. Ну, вот так. Как-то вот так это выглядит. Режим день-ночь автоматический. При недостаточном освещении. Фотоэлемент переводит в ночной режим. Видеозвонок. Подключаются ИК светодиоды. Видео становится черно-белым. В цветном, то есть в дневном режиме. Подключаются ИК светодиоды. И ИК фильтр переводит дверной звонок в цветное изображение. Ну и как по мне, отличный вариант дверного звонка. Видео дверного звонка. С поддержкой карты памяти. Немаловажна поддержка облака. Понятно, что все зависит от соседей, от подъезда. Охраняем он или нет. Потому что понятно, что вы должны рассчитывать на то, что могут данный дверной звонок, попросту говоря, увезти. Это уже от вашей обстановки в подъезде, от вашей обстановки в стране, в городе, где вы там будете покупать, устанавливать данное устройство. Понятно, что его легко украсть. В общем-то для этого дверные звонки и привязывают к облакам, чтобы какая-то запись хоть сохранилась. В случае чего вы могли найти по горячим следам. Ну и как вы видите, все реально работает. И работает, кстати, неплохо. Давайте проверим тамперную защиту. Одел я пластину. Установил как бы звонок в сборе. У нас с имитируем стоит на стене. И тут происходит несанкционированное его снятие. Звучит сирена в самом устройстве. И приходит удаленно вам предупреждение о том, что устройство несанкционировано, снято с панели. В общем-то, как видите, все работает. Все, что заявлено, все работает. Поэтому могу рекомендовать. Ссылку на данный видеозвонок оставляю в описании к видео. Переходите. Цены на них на данный момент стали уже доступны. Если раньше цены были не совсем доступны. Сейчас. Кстати, по движению. Данное устройство можно использовать не только по назначению. Как вы видите, он автономный. Можно его брать. Работает он так же, как и точка доступа. Напрямую можно его по Wi-Fi соединять со смартфоном. Использовать в другом месте для записи видео на карту памяти. Кстати, видео на карту памяти пишется так же со звуком. Поэтому можно его где-то установить на природе. Ну, где вам нужна видеозапись. Видеозапись, кстати, ведется не в совсем плохом качестве. Понятно, что это не супер камера. Но за такие деньги это отличное устройство, которое выполняет свой функционал. И что самое главное, очень удобно видеть, кто к вам приходил, кто к вам пришел, не находясь дома. Находясь удаленно, вы можете с вашим посетителем даже переговорить. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам на другие видео, по видеонаблюдению, по сигнализациям и различным устройствам, которые я сам покупаю, обозреваю, сам ими пользуюсь и вам показываю. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.